Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Проснулись с первой сиреной. Как в Самаре прошел тест системы общего оповещения? Незаметные труженики. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники сразу двух важных сфер – ЖКХ и быта. Все для малого бизнеса. Гордума предоставила коммерсантам налоговые льготы. Неплательщиков ждет бессонница. Как департамент имущества намерен взыскивать платежи по аренде городских земель? Ави Цезарь. В Самаре представили первый комикс в стиле русского стимпанка. Безопасность людей превыше всего. К предстоящему чемпионату мира по футболу, помимо самих игроков, готовятся и спецслужбы. Сотрудники ФСБ, ГУФСИН, полицейские, спасатели и медики провели совместные учения. Место действия – учебно-тренировочная база футбольного клуба «Крылья Советов». Задача – предотвращение теракта. По легенде, вооруженные преступники берут в заложники футболистов. Здание базы отцеплено, стрелки на позициях. Далее в дело вступает штурмовая группа. Одного за другим злоумышленников блокируют. Залог успеха операции – слаженные действия силовиков. До 2018 года им предстоит еще много подобных тренировок. Вместо будильника – сирена. Сегодня утром в Самарской области прошла плановая проверка систем массового оповещения населения. Что делать, когда слышишь вой сирен, знает Павел Баймаков. Внимание! Говорит оперативный дежурный. Начинаются третьи и четвертые этапы комплексной проверки региональной и местной системы оповещения. Утренний сигнал в Самаре был учебным. Систему оповещения в регионе проверяют дважды в год. Как правило, это первый способ предупредить жителей об опасности в случае авиаудара или, скажем, наводнения. Здесь, в Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, об этом узнают первыми. Мы проводим оповещения как руководителей муниципальных образований нашей Самарской области. И также мы проводим оповещения населения, то есть жителей, проживающих на территории Самарской области. До населения сигнал оповещения доводится электросиренными установками. Эти установки размещаются на крышах административных зданий, на жилых домах, высотных. Ложиться, стоять или бежать и искать укрытие. Что делать, когда слышишь вой сирен? Главное, говорят в Центре гражданской обороны, не паниковать, а постараться найти телевизор или радиоприемник, который сейчас есть во многих телефонах, и прослушать информацию. На сегодняшний день в городах и селах региона установлено более 500 сирен. Включаются они, как правило, автоматически. По данным Центра ГО и ЧС, электронное оповещение охватывает более 90% территории области. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Замыкание проводки могло стать причиной пожара на чердаке 76-й Самарской школы. Сигнал о возгорании поступил в 9 часов утра, когда шли занятия. Преподаватели и сотрудники школы сразу же приступили к эвакуации детей. Из здания вывели почти 500 учащихся. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через несколько минут. Ликвидация самого возгорания тоже много времени не потребовала. К школе приехали усиленные наряды. 11 автоцистерн и две специальные автолестницы. Сотрудники МЧС проверили все этажи и кабинеты. Всех школьников успели вывести на улицу. Никто не пострадал. Серьезного ущерба школе тоже нет. Причина возгорания еще устанавливается. Уже через 7 минут после прибытия первых подразделений было установлено, что происходит загорание кровли на площади 5 квадратных метров. Загорание было ликвидировано в считанные минуты. Дети нашего класса находились на третьем этаже на уроке музыки. Именно там началось задымление. Они успели спуститься. Учитель одел детей, организованно выявил. Дети не испугались. Дети все одеты, спокойные. Шесть пешеходов погибли. Более 70 получили травмы на дорогах Самары за два месяца этого года. Причем большинство ДТП произошло по вине самих пешеходов. Они переходили проезжую часть в неустановленных местах. К примеру, перекресток улиц Осипенко и Новосадовой. Некоторые преодолевают по привычке по проезжей части. Хотя в нескольких метрах работает подземный переход. Акция «Мобильный патруль» прошла сразу в нескольких районах города. Инспекторы ДПС еще раз напомнили участникам дорожного движения о правилах. За переход проезжей части в неустановленном месте предусмотрено предупреждение либо административный штраф в размере 500 рублей. Соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите проезжую часть в установленных местах. А водители, пропускайте пешеходов, переходящих проезжую часть во избежание дорожно-транспортных происшествий. За блага цивилизации они в ответе. Работники сразу двух важнейших сфер – быта и ЖКХ – сегодня отмечают свои профессиональные праздники. С легкой руки губернатора Николая Меркушкина честовать лучших профессионалов своего дела в этот день в Самарской области стало доброй традицией. Церемония награждения сотрудников быта прошла в ДК железнодорожников, а коммунальщики получили свои награды в театре оперы и балета. О незаметных тружениках, без которых не сможет обойтись современный человек – репортаж Марины Матвейшиной. Вернуть любимые туфли к жизни, а новые тесноватые растянуть до подходящего размера. Работа Веры Куликовой похожа на волшебство. Почти 40 лет женщина работает в ремонте обуви. Начинала преемщицей, сейчас возглавляет мастерскую. Все уже знают, все идут как к своим, все советуются. Мы очень довольны, когда клиенты отходит, нас довольны. За комфорт самарцев отвечают сотрудники сферы быта. Эти люди понимают, что от того, как они почистили костюм, сделали прическу, или как быстро починили часы, зависит очень многое. За то, чтобы хорошее настроение не разбилось, а быт отвечают и сотрудники ЖКХ. Они тоже сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Среди них есть настоящие энтузиасты своего дела. Мой самый лучший результат. Я беру пригорщину воды, она прозрачная. Я прихожу, когда у меня идут перепадные колодцы, смотрю и вижу, что на двухметровой глубине я вижу камушки. Это уже самая лучшая моя похвала за наши работы. В сфере ЖКХ Самарской области работают 45,5 тысяч человек. Население небольшого города. Они ответственны за коммунальное благополучие 23 тысяч многоэтажек. Сферу ЖКХ ежегодно поддерживают материально. Три миллиарда рублей поступают из областного бюджета ежегодно. На эти деньги вводят в эксплуатацию новые котельные, ремонтируют инфраструктуру. Именно от эффективности коммунальных служб зависит благополучие любого города, подчеркивает губернатор. Мы должны сделать все, чтобы люди радовались своему микрорайону, люди радовались двору своему, люди радовались, как обустроен, благоустроен город. Какие дороги, какие тротуары, какие скверы и так далее, и так далее. Если мы создадим это, конечно, это будет великое дело сделано. О необходимости налаживать связь между коммунальщиками и жителями постоянно напоминает и губернатор. И в этом году впервые Николай Меркушкин награждает лучших председателей ТСЖ и Советов МКД. Благодарности удостоились и самые эффективные сотрудники всех сфер обслуживания. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События. Крупные промышленные предприятия готовы включиться в уборку города. Руководители РКЦ «Прогресс», металлургического завода «Алко», хлебозавода номер 5 и других предприятий договорились о сотрудничестве во время месячника по благоустройству. За что возьмутся в первую очередь? О планах расскажет Валерия Макарова. Сотрудники крупных предприятий Кировского района вновь возьмутся за грабли и лопаты. Уже традиционно они помогают убирать городские парки и скверы во время месячника по благоустройству. Этот год не исключение. Глава Кировского района Игорь Рудаков попросил руководителей предприятий не ограничиваться одним лишь общегородским субботником, а выйти на свой участок несколько раз. Промышленники идею готовы поддержать. Наша гражданская позиция – это любовь к тому городу, где мы работаем. И нам приятно выходить на чистые улицы, гулять со своими детьми в чистых парках. Поэтому мы в прошлом году присоединились к субботнику в Кировской районе и убирали парк на пересечении улицы Елизарова и Победы. Особое внимание на грядущем месячнике уделят улице Старозагора, которая в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Власти района планируют привести в порядок тротуары и газоны от проспекта Кирова до Алма-Атинской. Здесь зазеленеют новые деревья, какие – решат сами жители. Кроме того, разберутся и с незаконной рекламой и ларьками, портящими вид улицы. У нас на данном участке 9 объектов, которые не имеют разрешения на установку и торговлю. Из них 2 уже добровольно были демонтированы собственниками, осталось 7 объектов. Впрочем, и этим осталось недолго. Убрать их обещают до начала празднования юбилея улицы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. 127 сирот, проживающих в Самаре, ждет новоселье. Деньги на это выделят из областного и федерального бюджетов. Затем, чтобы городское имущество использовалось рационально и законно, пристально следят профильные ведомства. Неплательщиков аренды наказывают, добросовестных нанимателей поощряют. Подробности в репортаже Алины Чемерес. Более полумиллиарда рублей заработал бюджет Самары в прошлом году за счет арендных платежей. И это не предел. Ожидается, что сборы вырастут почти в полтора раза. Городское имущество, земля и помещение пользуются спросом. Впрочем, не все арендаторы готовы вовремя платить. Среди них и владельцы крупных торговых центров. Городские власти пристально следят за тем, чтобы имущество использовалось строго по договору. У нас очень хорошо работает земельный контроль по поводу этого. Мы постоянно проводим проверки. Вид использования земли, например, у человека, допустим, садовое хозяйство или что-то. А на ней строятся киоски, торговые центры. Понятно, что мы пытаемся через суд. И сначала уговорами, а потом претензионной работой поменять вид использования. Городские власти готовы пойти навстречу добросовестным нанимателям. Деньги, вложенные в ремонт помещения, идут в счет арендной платы. Таким образом, ее размер можно уменьшить вдвое. Граждан продолжат переселять из ветхого и аварийного жилья. Сейчас квартиры приобретаются в новых домах в промышленном и кировском районах города. Также департамент предоставляет жилье детям-сиротам. Всего в этом году для них приобретут 127 новых квартир в домах Самарского областного фонда жилья и ипотеки на пересечении улиц Дыбенко и Советской армии и на Ташкентском переулке. Определенные требования не менее 33 квадратных метров на сироту. Там достаточно серьезные требования, поэтому департамент предостроительства при приобретении этих жилых помещений должен много чего учитывать. Учитывается, у кого-то там есть заболевания какие-то, которые препятствуют подъему на высокий этаж и так далее. Поэтому индивидуально ведем работу соответствующую. На особым счету у городских властей турбазы. Приводить их в порядок планируют за счет инвесторов. С ними уже ведутся переговоры по поводу двух баз отдыха в Царевщине и в Студенном Овраге. На ремонт каждой из них нужно примерно 20 миллионов рублей. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Сносить нельзя оставить. Где поставить запятую, пока не знают жители многоэтажки на проспекте Металлургов. В доме, где две недели назад рухнул балкон, представители управляющей компании начали срезать и другие аварийные плиты. Люди недовольны. Так где же законный выход из ситуации? Мнение сторон выслушала Марианна Мирная. В доме на Металлургов 12 кипят балконные страсти. Знаменитой Сталинка стала в начале марта. С четвертого этажа обрушился балкон, после чего бригада рабочих по указанию управляющей компании срезала еще один аварийный, чтобы не случилось ЧП. Когда же пришли за следующим, на его защиту неожиданно встали жители дома. Управляющая компания имеет право срезать балкон. В одном случае, если есть акт технической экспертизы государственной инспекции, если житель не согласен, он имеет право протестовать в суде. Но если вынесено судебное постановление о сносе балконов, то балкон должен быть снесен. Но по закону управляющая компания его обязана восстановить. В управляющей компании обещают, с восстановлением балконов проблем не будет. И предлагают на встрече с жителями несколько вариантов решения этой проблемы. Восстановление это можно пройти двумя путем, как я уже говорил. Это по текущему ремонту, к которому жители собирают средства и к подказальному ремонту. Со своей стороны, я повторюсь, мы направили все письма в администрацию региональному оператору в департамент ЖКХ о включении в план капитального ремонта 2016-2017 годов восстановления балконов. В доме еще четыре таких балкона, которые могут обрушиться в любой момент. Главное, чтобы никто не пострадал, говорят в управляющей компании. В администрации Кировского района поясняют, срезать аварийный балкон – святая обязанность коммунальной компании. Они имеют право это сделать даже без согласия жильцов. Но уведомлять о подобных процедурах должны по форме. Совместно управляющая компания наняла бригаду для ликвидации этих аварийных балконов, предварительно уведомив жителей, можно сказать, не в установленном порядке. Они просто бросили объявление в почтовые ящики, хотя надо было дойти непосредственно до самих жителей, встретиться, обсудить, переговорить, объяснить эту всю ситуацию. В Кировском районе немало стали на коварийных балконов, не меньше сотни. Сейчас идет процесс обследования многоквартирных домов. Марианна Мирная, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сегодня вручит госнаграды жителям Приволжского федерального округа. Высоких званий, орденов и медалей будут удостоены 17 представителей регионов округа из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртской и Чувашской, из Пермского края, Нижегородска, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей. В Самарской области в честь второй годовщины воссоединения с Крымом пройдет праздничный флешмоб. Он стартует 18 марта в 13.30 в сквере напротив Самарского института культуры. В нем примут участие студенты и преподаватели высших и средних образовательных учреждений Самарской области. Всего более тысячи человек. После митинга и торжественных выступлений организаторов в Косте ждут вокальные и танцевальные выступления студентов. На нашем канале в честь праздничного события выйдут сразу два спецпроекта. В пятницу 18 марта в 21.30 фильм «Крымская весна». А в субботу 19 марта в 10 и 16 часов смотрите специальный репортаж. В самарских больницах имени Середавина и имени Пирогова построят вертолетные площадки. Затраты на строительство каждого объекта оцениваются более чем в 20 миллионов рублей. На площадку одновременно сможет приземлиться только один вертолет. В этом году на оба проекта в целом направят около 3 миллионов рублей. Обе площадки должны быть готовы уже к чемпионату мира 2018. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Циклон принесет с собой осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Ветер северо-западный и западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередачи и связи. На дорогах ожидается гололедица. 700 бутылок контрафактной водки не попали к потребителю. В суд передано дело в отношении 29-летнего жителя Самары. Его обвиняют в производстве и хранении некачественного алкоголя и изготовлении поддельных акцизных марок. По данным силовиков, мужчина покупал спирт, разбавлял его водой и разливал по бутылкам. Производство контрафакта происходило в дачном доме в промышленном районе города, где и изъяли опасную жидкость. По результатам экспертизы, в ней были обнаружены токсичные примеси, опасные для здоровья человека. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. А теперь об экономике. И главная новость в том, что доллар провалился, как никогда за последние несколько месяцев. На 18 марта Центробанк установил курс американской валюты на отметке 68 рублей 55 копеек. Доллар упал на 2,5 рубля всего за сутки. На бирже он чуть не пробил вниз 68 рублей. Курс евро тоже падает и составляет 77 рублей 15 копеек. Золото стоит 2798 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 70 копеек за грамм. Скорее всего, на валютные скачки повлияло решение ФРС США оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне. Еще одна хорошая новость. Работники обанкротившегося Тольяттинского завода ОАО «Автовазагрегат» и его дочерних предприятий начали получать долги по зарплате. Руководство завода задолжало своим работникам свыше 120 миллионов рублей. Разрешение проблемной ситуации стало возможным благодаря вмешательству полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и губернатора Николая Меркушкина. Налог на недвижимость для индивидуальных предпринимателей в Самаре снизят. Депутаты Городской Думы единогласно проголосовали за введение льгот для индивидуальных предпринимателей. Двухпроцентный налог на недвижимость, который используется в коммерческих целях, это административно-деловые и торговые центры, офисы, объекты общественного питания, установлен с ноября 2014 года. Эта ставка определяется, исходя из кадастровой стоимости объектов. Чтобы поддержать малый бизнес, предполагается, что налог на имущество физических лиц будет повышаться постепенно. В 2016 году на чуть более 1%, к 2019 году этот показатель вырастет на 2%. Действие вышеуказанной нормы направлено на поддержку развития малого бизнеса, а также устранение неравных условий налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с установлением закона Самарской области. Поэтапный порядок увеличения нагрузки позволит сохранить малый и средний бизнес в городе Самары. Кто такой Цезарь Великолепный и откуда он взялся? В Самаре представили первый изданный самарский комикс. Художница из Тольятти несколько лет создавала историю о необычном юноше. Комиксы зародились еще в 16 веке в Валенсии и Барселоне, но свое колоссальное распространение получили значительно позже в Америке. Потом эта культура пришла и в Россию. Как живется главному герою вымышленного государства, расскажет Мариана Мирная. На глянцевых страницах приключения необычного героя Цезаря Великолепного. Рисованного персонажа придумала и воплотила в жизнь Тольяттенко Алену Спиридонова. Рассказывает, комиксами увлекалась, с детства потом решила создать собственную историю с национальным окрасом. Теперь с гордостью презентует первый изданный комикс. Несмотря на экзотическое имя главного героя, действие происходит в имперской России, в вымышленном государстве. Это история чисто русская. Мне хотелось бы продвигать в своем комиксе чисто русскую культуру. Несмотря на то, что я использую английский стиль, стимпанк, он зародился в Англии, но я хотела бы применить его на России, чтобы посмотреть, как это вообще возможно совместить несовместимое, и продвигать российскую культуру, российских героев, российские истории. В последние годы поклонников комиксов становится все больше, причем не только читателей занимательной литературы, но и авторов. Последние объединились в сообщество мастерская авторских рисованных историй, сокращенно МАРИ. Проект поддержала Самарская областная юношеская библиотека. Здесь на полках можно найти и Цезаря, и другие комиксы. Всегда приятно, когда в Самаре появляются новые таланты, которые всерьез занимаются этим видом искусства. И хотелось бы, чтобы все больше людей узнавало о самарских комиксистах. Алена Спиридонова уже работает над продолжением увлекательной истории парня с необычным именем. Автор обещает, что фантастический мир комикса будет наполнен мистическими приключениями, опасными поворотами и интригующей развязкой. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Самарская областная федерация легкой атлетики оставила председателя еще на один срок. Баскетболистки политеха отдуплились победой в женской суперлиге. Самарская теннисистка в четвертьфинале соревнований в Индиануэльсе, США. В американском Индиануэльсе самарская теннисистка продлила серию побед до четырех матчей. Одну восьмую финала турнира WTA Дарья Касаткина выиграла у швейцарки Тимея Башинский со счетом 6-4-6-2. За выход в полуфинал Касаткина сразится с Каролиной Плешковой из Чехии. Не знают горечь поражений самарские баскетболистки в Суперлиге. В очередной серии игр политех на родном паркете спорткомплекса сам ГТУ дважды победил воронежских скифов. Первый матч политех выиграл на удачу. За пару секунд до финального свистка скифы вели два очка. Однако мяч с игры штрафной Кристины Евсейчевой и Самарчанки закончили матч 71-70 в свою пользу. Вторая встреча прошла по сценарию политех и счет по игре 76-53. Очередные домашние матчи пройдут в пятницу в 6 вечера и в субботу в 15.00. Соперницы Динамо Курск. Отчетно-выборная конференция Самарской областной федерации легкой атлетики решила на ближайшие 4 года оставить своим руководителем Александра Казмирчука. Доверие спортсменов и тренеров оправдано. Ежегодно самарские легкоатлеты завоевывают порядка 50 медалей различной чеканки на всероссийских и международных соревнованиях. Увеличилось и количество самарцев в составе сборной России. В 2012 году их было 42 человека, сейчас 55. По массовости в Самарской области с легкой атлетикой пока не может поспорить ни один вид спорта. В заключении доклада на конференции сказал вновь переизбранный председатель федерации. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Девушкам, мечтающим о свадьбе, обязательно надо посмотреть наш сегодняшний фильм. Шикарные платья, прекрасные невесты и женихи словно с обложки глянцевого журнала, а в центре организатор таких торжеств молодая девушка Лорен, которая думает о чужих торжествах, забывая о своем. Ей предстоит организовать буквально ключевую свадьбу своей карьере, которая может или вознести ее на вершину бизнеса, или похоронить репутацию. Но есть две проблемы. Первая. Невеста избалованная и не совсем нормальная дочь местного воротилы. Такая все труды испортит на раз. И вторая проблема. Жених, оказывается, мужчиной мечты самой Лорен. Вот и выбирай, бизнес или любовь. Комедийную мелодраму «Чужая свадьба» с участием Дениса Ричардс и Дина Кейна смотрите сегодня на нашем канале в 22.00. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова